МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Больше говорить о Беларуси за океаном. Экспертный взгляд профессора Реквардского университета на ситуацию в Восточной Европе. Итоги встречи Александра Лукашенко с Григорием Иофе. Унесенные ветром за выходные почти 400 населенных пунктов страны остались без света. Во что еще внесла свои коррективы погода, расскажет Дмитрий Боярович. По следам торговых проверок Министерство торговли приостановило работу восьми крупных строительных гипермаркетов. Коснулись проверки и других белорусских магазинов. С подробностями Анастасия Иванникова. Работы журналиста погибшего во время теракта в Париже выставлены в галерее Гомеля. Что связывало Мишеля Рено с Беларусью и что фотограф оставил после себя. Новая культурная столица вступает в свои права. Этим вечером Гродно официально передаст почетный статус Бресту. Видеоцеремонии в завершении выпуска. В Беларуси важен объективный экспертный взгляд со стороны в непростой для Восточной Европы период. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с профессором Редфордского университета из США, автором нескольких книг о Беларуси Григорием Йоффе. К слову, одну из них американский публицист подарил белорусскому президенту. Ольга Юруть продолжит. Один из участников белорусско-американского инвестиционного форума, который проходил в 2014-м в Нью-Йорке, заметил, в Беларуси страна с низким уровнем узнаваемости и в то же время с клишированным имиджем. Крайне противоречивое сочетание. С одной стороны, мало что известно, а с другой, вроде бы, и знают так много, что никакая попытка рассказать о ней что-то хорошее не обходится без извилистых вступлений. Автор этого высказывания профессор Иоффе. Григорий Иоффе. Профессор Ретфордского университета Вирджиния, США. Родился в Москве 21 октября 1951 года. Окончил МГУ и получил ученую степень кандидата наук по специальности экономическая география. С 1989 года проживает в США. Автор книг «Постижение Беларуси» и «Почему западная внешняя политика не попадает в цель». 2008 год. Александр Лукашенко. Попытка переоценки. Беларусь в культурном и геополитическом контексте. 2014 год. С Александром Лукашенко Григорий Иоффе до этого встречался несколько раз. Даже проводил многочасовые интервью. Беседовали о разном. От вопросов экономики отдельной страны до мировой политики. Сегодня глава государства во время встречи отметил, что для оценки нынешней ситуации в Восточной Европе важен взгляд объективного эксперта со стороны. Вы даёте объективную информацию, с моей точки зрения. Пускай с налётом некой субъективности, поскольку человек мыслящий, он имеет право на анализ. И в конце концов, всё-таки для нас тоже важно, как воспринимает человек, объективно расположенный в Беларуси, любящий наш народ, но находящийся на каком-то расстоянии, географическом удалении от Беларуси. Поэтому с этой точки зрения мы очень внимательно следим за вашей жизнедеятельностью и вашей творческой деятельностью. Ещё раз благодарю вас за всё то, что вы делаете для нашей Беларуси. Для нас это очень ценно, особенно в этот период, острый период непростых взаимоотношений. Не только наших отношений с Западом, но взаимоотношений и государств, которые расположены здесь, в Восточной Европе, и в связи с этим вот клубком проблем, которые в последнее время обострились в Восточной Европе, в частности в Украине, у нас, в России, экономические эти кризисы и так далее. Много непонятного. И поэтому вот ваши рассуждения, ваши оценки ситуации в Беларуси, они очень важны, и, наверное, для международной общественности, и для понимания этих процессов, которые сегодня происходят здесь. Американский профессор со славянскими корнями пристально следит за тем, что происходит в мире, а Беларусь и всё, что вокруг, это, можно сказать, его тема. Увиденное, пережитое и проанализированное он регулярно излагает в эссе для американского электронного журнала, а более масштабные наблюдения и исследования он опубликовал. Одну из своих книг подарил Александру Лукашенко. Разрешите вам предложить продукт. Спасибо. Там есть донственная надпись. Спасибо. Кое-что из того, что там написано, перекликается с тем, что вы сейчас сказали относительно привязанности к Беларуси. Любви. На протяжении долгого времени уже еженедельно пишу эссе о Беларуси, который пока печатают. Как это ни странно, меня всегда это удивляет. Общаясь с журналистами, публицист отметил, что всё-таки необходимо больше рассказывать о Беларуси за океаном. Ведь те, кто побывал в Минске, сразу кардинально меняют своё представление о нашей стране в лучшую сторону. Отмечают высокий уровень белорусских программистов. Ведь наш парк высоких технологий активно экспортирует программное обеспечение на американский континент. Уровень узнаваемости Беларуси на Западе, особенно в Америке, к сожалению, оставляет желать лучшего. Движение в лучшую сторону, безусловно, связано с вот этой миротворческой миссией Беларуси. Люди начинают понимать, что материальный уровень жизни, уверенность в завтрашнем дне здесь, может быть, на порядок выше, чем, я уж не говорю об Украине, но чем в провинциальной России. Это всё влияет. Это государство вообще ни для кого не представляет проблемы. Потом оказывается, что есть какая-то статистика Евросоюза, которая, как говорят, была «best kept secret of Belarus», о том, что беларусы получают шенгенских виз на тысячу жителей больше, чем любая другая страна мира из тех стран, которые нуждаются в визах для того, чтобы поехать в Евросоюз. А это же говорит об открытости. И единственная проблема, которая остаётся, нужно, чтобы больше людей об этом знало. Григорий Иоффе в эти дни гостит в Беларуси. Встречается с политиками, учёными и молодёжью. Американский автор признался, готов ещё больше рассказывать о нашей стране своим читателям. Ведь интерес есть. Ольга Ируть, Валерий Науменко, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. И к событиям в мире вновь мировые политики садятся за стол переговоров. В Берлине в ближайшие часы начнётся встреча нормандской четвёрки. Министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции обсудят вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Главная тема так называемых нормандских переговоров — выполнение минских договорённостей. В частности, это поставка в регион гуманитарной помощи, отвод тяжёлой военной техники и создание 30-километровой безопасной зоны на Донбассе. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят предстоящую встречу лидеров этих четырёх государств, которая пройдёт 15 января в столице Казахстана — Астане. Со дна Иванского моря подняли второй чёрный ящик разбившегося малазийского аэробуса. Несмотря на то, что бортовой самописец провёл под водой больше двух недель, он находится в хорошем состоянии. В ближайшее время его доставят в столицу Индонезии — Джакарту, где специалисты займутся извлечением данных, которые помогут узнать все подробности крушения самолёта. Ранее спасателям удалось поднять первый бортовой самописец. Напомню, трагедия произошла 28 декабря. Самолёт, выполнявший рейс из Сурабая в Сингапур, пропал с радаров менее чем через час полёта, не подав предварительный сигнал бедствия. На борту были 162 человека. Все они погибли. Граждане Хорватии выбрали первого в истории страны президента женщину. Согласно данным Центрального избирательного комитета, Калинда Грабар-Китарович одержала победу во втором туре голосования, заручившись поддержкой около 51% избирателей. Разрыв между ней и действующим президентом составил менее 1%. Свой выбор жители Хорватии делали в непростых социально-экономических условиях, в которых в последние годы находится страна. В государстве не прекращается рецессия, то есть спад производства, а также замедление темпов экономического роста. В своей предвыборной кампании Грабар-Китарович обещала, наконец, прекратить этот процесс и вывести Хорватию из кризиса. В Литве стало в 10 раз меньше миллионеров. Число обладателей миллионов существенно сократилось после перехода страны на евро. В минувшем году, когда декларации заполнялись в Литах, их насчитывалось почти 1700 человек. По новым данным, которые подсчитывались уже в европейской валюте, официальных миллионеров осталось всего 189. Отмечу, Литва перешла на евро с 1 января 2015 года, став 19-м членом еврозоны. По словам некоторых экспертов, это может негативно сказаться на уровне жизни литовцев. Необычную акцию в знак поддержки бездомных устроил мэр британской столицы. Борис Джонсон провел ночь на улице Лондона. Имея при себе лишь спальный мешок и кусок картона, градоначальник переночевал около собора Святого Павла. Акция призвана обратить внимание на проблемы бездомных ветеранов и на возможности им помочь. Глава Лондона также посетил дом ветеранов. Некоторые из них жили без крыши над головой в течение двух лет. Кто-то скитался по улицам в течение 20 и даже 40 лет. Самым пожилым постояльцем этого дома оказался 84-летний мужчина по имени Роланд. Он участвовал в Корейской войне в начале 1950-х. Очередное ЧП во Франции. В городе Сетт на юге страны неизвестный мужчина угрожает взорвать жилой дом. Он заперся в своей квартире, регулярно высовывается в окно и говорит о намерениях устроить теракт. Удерживает ли злоумышленник заложников неизвестно. На месте инцидента дежурит около трех десятков правоохранителей. Спецслужбы перекрыли подачу газа в дом, а также эвакуировали его жителей. Полиция ведет переговоры с мужчиной, однако никаких результатов они пока не дали. О мотивах поступка злоумышленника тоже ничего не сообщается. Не исключено, что он страдает психическим расстройством. В Гомеле открылась выставка «Реквием» работ погибшего журналиста во время теракта в редакции сатирического журнала «Шарли Абдо». Фотографии француза Мишеля Рено представлены в картинной галерее Гавриила Ващенко. Именно здесь, в 2008 году, автор снимков представил свою первую в Беларуси фотовыставку. Именно в Гомеле живут родные и близкие журналисты. Дело в том, что Рено был женат на уроженке этого города. Добавим, что в основу выставки легли работы из серии «Вокруг света» за 80 фото, которые француз подарил Гомельской галерее. Экспозиция будет доступна зрителю в символический срок 40 дней. С Мишелем Рено мы познакомились в сентябре 2008 года. По приглашению городского исполнительного комитета, Мишель приехал со своей персональной выставкой в город Гомель и представлял ее в нашей картинной галерее. Это большая утрата не только для французов, но и для белорусов, и для нас, гомельчан. Унесенные ветром за выходные почти 400 населенных пунктов страны остались без света. Штормовые порывы, скорость которых достигала 20 метров в секунду, повредили кровлей сельхоз и жилых строений. Больше всего пострадала Брестская и Гродненская области. Оперативные службы устраняли повреждения ночью и утром, тем временем сообщения синоптиков. Неутешающие по прогнозу осадки и ветер сохранятся до конца недели. Во что еще внесла коррективы погода, расскажет Дмитрий Боярович. Циклон из Атлантики надел много шума в Беларуси. За выходные 368 населенных пунктов страны остались без света. Из-за сильного ветра штормовые порывы разрушили 8 сельхозпостроек в Брестской области. А еще в нескольких деревнях Малорицкого, Жабенковского и Бараночского районов. Всего без электричества временно оставались около 2000 жителей. К утру 12 января подача электроснабжения всем потребителям восстановлена. Кроме того, зафиксированы 5 случаев незначительного повреждения рекламных вывесок. Капризы погоды обрушились и на праздничные атрибуты. Например, в Гродно ветер согнул елку на одной из городских площадей. А в Гомеле и вовсе случилась гроза. Ударом молнии выбило из эфира две местные радиостанции. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. К слову, такая погода, не то слово редкость, гремит в январе в наших широтах. Два раза в сто лет. Сильный ветер и мокрый снег на работу воздушной гавни Белоруссии не повлиял. Однако один рейс Самара-Минск сегодня утром прибыл в белорусскую столицу с опозданием на 5 часов. Задержка была связана с состоянием Самарского аэропорта. Там взлетные полосы очищали после сильного снегопада. Почти на полтора часа задержался рейс Истамбула. Правда, и в этом случае причина не в принимающей стороне. Сотрудники аэропорта говорят, сегодняшние порывы в 12 метров норма. При таком ветре летать можно. Другое дело его направление. Для каждого самолета производится расчет с учетом боковой силы ветра и с учетом коэффициента сцепления. Сегодня у нас коэффициент сцепления 0,4. Это довольно-таки высокий коэффициент для зимнего времени года. Мы работаем в штатном режиме. Ветер подкинул проблемы рабочим. Высотные работы на стройках столицы практически остановились. Строители ждут ослабления ветра. Тем временем такая погода в прямом смысле деньги для энергетиков. Ветряки в такие дни работают на полную мощность. Их в Беларуси, к слову, 48. Одна установка за ветреный день вырабатывает 12 тысяч киловатт-часов. Это энергии, которую потребляет многоэтажный дом за месяц. Конечно, эти бураны приносят людям много неудобств. Конечно, эти ураганы сносят и крыши, и деревья валят. Но глядя в завтрашний день, надо думать о том, чтобы максимально а. децентрализовать выработку электроэнергии, и б. создать агрегаты, которые не зависят от природных катаклизмов, так, как зависит ныне действующая система сетей. Впрочем, для энергетиков урожайные дни продолжатся. По прогнозам, ветреная и сырая погода будет стоить в Беларуси как минимум неделю. А порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Плюс, в ближайшие дни снег сменится дождем. Дмитрий Байрович, Андрей Новгородцев, Юрий Корнелович и Николай Лапин. Телекомпания СТВ. Министерство торговли приостановило работу восьми крупных строительных гипермаркетов ОМА. К такому решению ведомство пришло после проверок сети магазинов, в ходе которых были обнаружены нарушения в реализации товаров по срокам годности, несоблюдения ассортиментных перечней. Кроме того, причиной внеплановых проверок гипермаркетов послужили неоднократные обращения граждан, связанные с ценами. Подробности у Анастасии Иванниковой. На этом стенде представлена обувь белорусских производителей, с которыми мы заключили договоры на сотрудничество. Всего мы заключили несколько договоров, порядка 5-6. Кроме обуви собственного производства, теперь еще и продукция других белорусских торговых марок. О таком требовании к сети белорусских обувных магазинов министерство торговли заговорило еще в декабре. Тогда же установили и запрет для 21 торговой точки. Работа над ошибками провести нужно было в 10-дневный срок. Справились. Сегодня двери вновь открыты для покупателей. На выбор уже и широкий ассортимент, к тому же по выгодным ценам. В наших магазинах представлена обувь белорусского производства, но на момент закрытия там была представлена только обувь нашего производства, которая базируется в Витебске. У нас магазины были закрыты 4 дня. Собственно говоря, в это время, когда они закрыты были, мы успели все требования Минторга выполнить. 11 миллионов пар обуви от 60 предприятий-изготовителей. Такова статистика в обувной отрасли республики. Кстати, на этикетке и страну производителя внимание покупатели обращают, пусть не всегда. В приоритете качество и удобство. Как раз-таки белорусский производитель за этим следит. Вот и голосуют белорусы рублем. Смотрим, прицениваемся, стараемся, что-то белорусское, более качественное, конечно, продукцию Беларуси. Мы смотрим на то, что нам нравится, то, что нам подходит. Либо это осеннее, либо зимнее, и по цвету, и по размеру. Впрочем, сегодня рейды торговой инспекции охватили многие магазины по всей Беларуси. Внимание контролеры обращают и на ассортиментный перечень, и на условия хранения продукции, конечно же, на цены. Как раз-таки нарушение правил ценообразования стало одной из главных причин закрытия строительных гипермаркетов ОМА. Причем рост цен составил в среднем 36%. На некоторые товары и вовсе превышал 90%. И это далеко не все нарушения. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, это реализация товаров с истекшими сроками годности, нарушение порядка предоставления скидок на отдельные товары, нарушение ассортиментных перечней товаров, а также неполное предоставление информации о товарах на русском, либо белорусском языке. А вот от каких-либо комментариев представители сети строительных магазинов отказались. Да и на самих объектах наша съемочная группа не застала никого, кроме охраны и редких покупателей, которые на этот раз остались у закрытых дверей. Магазин временно закрыт. Именно такие таблички можно увидеть сегодня на восьми строительных магазинах. В Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Жлобине и Могилёве. По словам контролёров, мера эта временная. На устранение нарушений руководству строительных гипермаркетов отведено 10 дней. Кстати, мониторинги торговой инспекции коснулись магазинов ещё и продовольственных. Претензии к торговым точкам всё те же. Чаще всего основными нарушениями является реализация товаров с истёкшими сроками годности, нарушение температурных режимов, несоблюдение ассортиментных перечней товаров. Сегодня проверки торговой инспекции охватили всю республику. Да, впрочем, из сферы контроля управление огромное. 72 тысячи объектов и почти 120 тысяч индивидуальных предпринимателей. Рассматриваться результаты проведённых мониторингов будут ежемесячно на коллегии ведомства. Министерства торговли уверены, благодаря такому повышенному контролю проблем в торговой сфере уж точно станет меньше. Анастасия Иванникова и Дмитрий Лойко, телекомпания СТВ. Брест официально вступил в права культурной столицы Беларуси. Торжественная церемония передачи свидетельства и памятного знака мэру города проходит в эти минуты, во время закрытия фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». К слову, одного из самых ярких культурных событий региона. Брест принял эстафету от Гродно. АПЛОДИСМЕНТЫ С того боку, дебаты были, безумовно так, потому что у нас шмат есть населенных пунктов, городов, вёсок, які могут претендовать, які отполядают этому званию культурной столицы. Але ж тут, на мой погляд, отыграло роль тое, что всё-таки это год, 70-х годзе, от нашей перемоги. И тому, коли мы всё узважили, выросли, что треба проводить все культурные мероприемства с акцентом на Вито-Набрест. Напомним, акция «Культурная столица» стартовала в республике четыре года назад. В 2010-м это звание получил Полоцк, затем Несвиш и Могилёв. Символично, что статус культурной столицы страны и город над Бугом получил в год 70-летия Великой Победы. В крепости Героя, где первый шаг свой сделала война, пройдёт множество памятных мероприятий. Традиционно в мае брестский символ мужества становится настоящим местом паломничества гостей из разных стран. Основной акцент культурной афиши будет сделан на патриотических мероприятиях. Брещан и гостей города ждёт более 300 концертов, фестивалей и творческих акций. В Беларуси завершается общереспубликанская акция «Наши дети». Одним из финальных её аккордов стало новоселье в Витебском кадетском училище. Парни-кадеты получили шикарный подарок. Теперь они будут жить в современном общежитии на 200 мест. Наш корреспондент Анастасия Бут отправилась в гости к новосёлам. Гитарные аккорды как финальный аккорд акции «Наши дети» на Витебщине. Сегодня впервые стены этих комнат наполнились музыкой. А ведь ещё вчера ребята из Витебского кадетского училища сами помогали строителям. Мыли окна и полы в своём новом доме. В первый учебный день нового года спальный корпус заполнили новосёлы. Не без гордости парни показывают свои хоромы. Живём в блоке. Одна комната на три человека. Туалет. Ванна. А вот эта комната, где я живу, на два человека. Вот моя тумбочка. Кровать. Всё очень удобно, ибо раньше жили по 8 человек, по 10 человек. Сейчас всё удобно, нравится. Только заселились вчера. В новом корпусе теперь живут только ребята. Девчонки же, их в училище меньше ста, остались в главном корпусе. Если раньше они ютились в комнатах по 6-8 человек, то сейчас им гораздо просторнее. А вот первый этаж нового пятиэтажного здания решено сделать общим. Здесь разместились музей, комнаты самоподготовки и отдыха. Ну и, конечно, куда без современной столовой. Территория в посёлке Лужес на Подвитебском, где сегодня размещается кадетское училище, детям принадлежала всегда. В своё время государственную премию БССР, полученную в 1968 году за роман «Великопомные дни», его автор Михаил Слоньков отдал местному детскому дому. На эти деньги здесь построили новое здание. А в последние годы на этом месте размещалась школа-интернат-гимназия для одарённых ребят Витебщины. В 2009 году для них возвели современный спортивный комплекс. Посещал гимназию и президент. В 2009 году Александр Лукашенко посадил здесь ель, которая растёт и по сей день. Меньше чем за 4 года существования Витебского кадетского училища, 14 человек стали победителями республиканских олимпиад. Так что, несомненно, лучшим сегодня сделали, по сути, королевский подарок. На строительство корпуса потрачено около 35 миллиардов белорусских рублей. Данный подарок и данное мероприятие, подтверждение того, что государство проводит постоянную работу по улучшению содержания детей, вкладывает в будущее страны наших детей. Это всё для детей, ради детей. Нам это очень приятно. И приятно то, что дети это действительно оценивают, относятся к этим с благодарностью, с вниманием. Вот уже полтора десятилетия в Беларуси проходит традиционная акция «Наши дети». За это время известные спортсмены и бизнесмены, политики и учёные, и все те, кто может и хочет подарить малышам радость и внимание, посетили тысячи семей детских домов и школ и непременно дарили подарки. Анастасия Буцер, Гайковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Далее программа «Столичные подробности. Итоги дня в 22.30» подведёт моя коллега Екатерина Зубенько. Я же на этом прощаюсь и желаю нескучного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok